В Израиле срочно сворачивают программу по возвращению соотечественников и мигрантов из Африки из-за неслыханного медицинского скандала. Женщины, приехавшие на историческую родину из Эфиопии, неожиданно столкнулись с рядом одинаковых проблем со здоровьем. Когда стали выяснять причины недугов, оказалось, что это побочные эффекты противозачаточных средств, которые им вводили, по сути, принудительно, утверждая, что это витамины. В истории разбирался Георгий Алисашвили. Все пострадавшие – новоиспеченные израильтянки эфиопского происхождения, подтвержденных случаев 35. Но те, кто согласился общаться с прессой, утверждают, вместе с ними были сотни других женщин, которых еще в Африке в транзитных лагерях для переселенцев в Израиль вынуждали принимать неизвестный препарат. Нас собрали и сказали идти на прививки. Перед этим всем намекали, что у нас слишком много детей, и на новом месте будет непросто их прокормить. Врачи сделали мне укол, а через три месяца в Израиле все повторилось. По словам Елены, ни она, ни ее знакомые, считавшие, что им внутривенно вводят какие-то витамины, даже не догадывались, что на самом деле получают противозачаточное средство с неоднозначной репутацией. Ганет вспоминает, после переезда в Израиль местные врачи, изучив ее медицинскую карточку, прописали ей курс уколов. Каждые три месяца. Как давно тебе вводят эти инъекции? Уже четыре года. Из них два в Израиле. Тебе объясняли, для чего они? Нет, мне ничего не сказали, кроме того, что будет немножко больно. Израильский Минздрав, прежде отрицавший существование проблемы, недавно косвенно признал ее. По словам чиновников, речь не идет о попытке принудительно контролировать рождаемость в диаспоре эфиопских евреев. То, что пострадавшие женщины годами лишались возможности завести детей, представители власти объясняют банальным недоразумением. Я должен признать, в некоторых случаях могло быть недопонимание. Из-за незнания языка эти женщины просто не вполне понимали, какую инъекцию им вводят. Сейчас мы требуем от всех врачей, использующих этот препарат, убедиться, что пациент отдает себе отчет в том, что ему вкалывают. Однако пострадавшие настаивают. Многие пытались отказаться от уколов безуспешно. Мы сказали, что не хотим делать эти уколы. Нам ответили, тогда вас не пустят в Израиль. У нас просто не было выбора. За последние 20 лет Израиль приняло около 100 тысяч репатриантов из Эфиопии. Большинство из них живут в так называемых центрах абсорции. Вот таких вот специальных районах для переселенцев с дешевым государственным жильем. Уровень безработицы среди местного населения крайне высок. Здесь давно привыкли жить на социальные пособия. При этом в традиционно многодетных семьях эфиопской общины в последнее десятилетие стремительно, по некоторым данным, на 50% упала рождаемость. И дело здесь не только в бедноте, считают правозащитники. Наше правительство давно говорит о демографических проблемах. О том, что каждый родившийся ребенок принадлежит не только своей семье, но и всему Израилю. Мне, конечно, хочется верить, что эта история с переселенцами из Эфиопии – недоразумение. Но все это как-то очень странно. Так что вопрос, по неволе или по незнанию эти женщины лишали себя возможности родить, пока остается без ответа. Как бы то ни было, уже известно, что в следующем году Израиль сворачивает программу репатриации для эфиопских евреев. Георгий Лисашвили, Вячеслав Архипов, Двора Фридман, Первый канал, Израиль.